Всем привет! Недавно я полез смотреть статистику подписчиков на YouTube и обнаружил, что среди них довольно много школьников и студентов. Это натолкнуло меня на мысль, что огромное количество моих подписчиков даже не представляет, каким был интернет во времена моей молодости. Это печально, потому что интернет в те времена был очень смешным и нелепым по сегодняшним меркам. Именно об этом я и решил сегодня рассказать. Мы с Билайном подготовили для вас небольшой экскурс в историю, а заодно поделимся прогнозами, что ждет интернет в будущем и как он изменит нашу жизнь в ближайшие десятилетия. Приступим! Чтобы вы понимали, интернет в России появился сравнительно недавно, в начале 90-х годов, но по понятным причинам пользоваться им могли только единицы. Сначала это были ученые из разных университетов и только в середине 90-х он добрался до обычных людей. Это как раз те годы, когда запустился Яндекс, Мэйл и, конечно же, студия веб-дизайна Артемия Лебедева. И сейчас самое время вспомнить, как интернет пришел в мою жизнь. Начнем с того, что изначально дома у меня не было компьютера, и для того, чтобы использовать компьютер, использовать интернет, я ходил к своему школьному другу Нариману Намазову, который сегодня известен как владелец Двача. Нариман Намазов мой одноклассник, более известный вам как Абу, как владелец-основатель Двача. Да, да, да. Тогда я приходил к нему, все было очень медленным, ничего не работало, мы сидели в Фидот, как вам объяснить, что такое Фидот? Фидот это, в общем, такие как форумы, форумы были ветки, люди там общались, это была такая, это еще был не интернет, это была такая сеть, в которую люди могли общаться, были даже, кстати, там оффлайновые встречи. Все это было очень медленным, и я помню, как мы загружали картинки, картинка, она не просто открывалась, как она открывается сейчас, она очень медленно грузилась, то есть у вас открывалась картинка, и она так по полосочке пим-пим-пим, и на открытие одной картинки могло уйти там 20 минут, это было просто ужасно. И тут надо отдельно рассказать про весь процесс подключения к интернету, потому что это лучшая часть. Ну, в интернет, во-первых, нужно было дозваниваться, для этого вам был нужен специальный dial-up-модем и провод от домашнего телефона. И когда вы подключали все это к компьютеру, нажимали на кнопку подключения, раздавались самые душераздирающие звуки из всех возможных. И если ты прозванивался с пятого раза, это был мега-успех. Естественно, пока вы сидели в интернете, телефонная линия была занята. Это было большой проблемой, особенно в моем случае, потому что дома у меня был спаренный телефон. Спаренный телефон — это когда вы и ваш сосед на одном телефонном проводе, когда вы говорите, сосед говорить не мог. А сосед мой любил болтать часами, и часами я ждал, когда он закончит болтать, чтобы можно было прозвониться в интернет. Соответственно, с соседом мы перестукивались, он был надо мной, мы били по батарее, и у меня долгое время вся батарея была отбита, потому что когда сосед мой любил поговорить по телефону, а мне нужно было срочно выйти в интернет, я бил ключом там чем-то металлическим по батарее, он тоже стучал. Самая жесть была, когда кто-то хотел кому-то отомстить. Представьте, вы хотите уехать на дачу, и вы просто снимаете трубку и уезжаете. И ваш сосед остается на выходные без телефона, без интернета, и это полнейшая жесть. Тяжелые были времена, и я хорошо помню самый страшный звук того времени — это когда ты подгрузился, когда ты сидишь в интернете, и тут раздается такой еле слышный щелчок, такой тик. Это значит, что интернет отключался. Отключался интернет, и это значит, что твой сосед, сволочь такая, сразу занимал телефон, потому что у него уже была снята трубка, и он только ждал, чтобы занять телефонную линию, и все. Это была полнейшая жесть до сих пор, я с ужасом вспоминаю. Скорость подключения была просто чудовищной — не больше 50 кбит в секунду. На загрузку одной веб-страницы уходило по несколько минут. И чтобы ускорить этот процесс, мы обычно отключали у себя в браузере загрузку картины. И в те годы стало очень популярно сидеть в интернете по ночам. Во-первых, потому что так было дешевле. Во-вторых, потому что скорость была чуточку лучше. Если вам за ночь удавалось скачать несколько mp3 треков или коротких роликов с разрешением 320 на 240 пикселей, то это можно было считать победой. Оплата была по специальным пластиковым карточкам, которые продавали тогда в каждом втором ларьке. Их еще специально клеили скотчем на самое видное место. На карточках был логин, пароль и номер, по которому нужно было дозваниваться до интернета. И очень хорошо помню, как в мой дом наконец-таки пришел выделенный интернет, выделенная линия. Это сегодня есть несколько крупных провайдеров на всю Москву. Тогда все провайдеры были маленькие, частные. Именно, кстати, этим объясняется большое количество проводов, которые мы видим над домами. Потому что тогда каждая маленькая компания, а иногда это просто были какие-то активные ребята, они перекидывали провода между домами, чтобы протянуть интернет из одного дома в другой. Собственно, в нашем доме установили оборудование, и мой друг из моего дома, его звали Кирилл. Кирилл, если ты сейчас смотришь, привет тебе большой. Он начал тянуть у нас в доме сеть. Все это делалось вручную, просто протягивали эти провода. Мы подключились к интернету, и теперь не нужно было никуда прозваниваться. Теперь интернет был не по времени, теперь он был по мегабайтам. И я хорошо помню, что я купил себе 20 мегабайт на месяц, и это мне тогда казалось просто какой-то... Я даже не знаю, как это потратить. 20 мегабайт в месяц, разве это реально столько интернета потратить? Но к хорошему быстро привыкаешь. Конечно, тогда скорость не позволяла выкачивать фильмы, не позволяла смотреть какие-то большие картинки, еще что-то. То есть, в основном, все было текстовое. Но плюс локальной сети, то что локальная сеть, это была целая история. Люди выкладывали у себя фильмы, то есть, покупали эти фильмы, выкачивались на свои диски и открывали свои диски для всех жителей дома. То есть, это была такая внутренняя сеть в доме, где ты мог скачать какие-то фильмы, игры, необходимые файлы. Все там обменивались какой-то информацией. То есть, фактически был такой маленький внутренний интернет между несколькими домами, объединенными в одну сеть. Это было очень круто, потому что ты приходил домой, ты смотрел, что новое, кто выложил. Люди общались, люди знали друг друга, люди старались друг другу помочь. Потому что я хорошо помню, когда ты ездил на радиорынок, на митинский радиорынок за какими-то дисками. И ты думал, надо что-то купить, чтобы оцифровать и выложить в сеть. Чтобы порадовать своих друзей, порадовать ребят, потому что давно я ничего хорошего в сеть не выкладывал. Кстати, во многих регионах России, отдаленных, где интернет до последнего времени был очень дорогим, особенно на севере, до сих пор очень развита вот эта вот система с внутренними форумами, с локальными сетями. И люди живут, в принципе, без внешнего интернета, а только вот обмениваясь вот так вот до сих пор файлами. Вот, а тогда, как на заре интернета, вся Москва так жила, вся Россия так жила, потому что скорость была небольшой. Потом, конечно, скорость начала увеличиваться, локальные сети разрушились, разрушились эти маленькие провайдеры. И не осталось никакой романтики, но до сих пор я с улыбкой и ностальгией вспоминаю те золотые времена. К середине нулевых начал набирать популярность беспроводной интернет. Это произошло как раз в то время, когда люди начали обзаводиться мобильными телефонами, и, как ни странно, по качеству оказался даже лучше Dial-Up. Но по сегодняшним меркам скорость все равно была смешная. Сначала это был GPRS со скоростью около 150 кбит в секунду. Потом на смену ему пришел Edge со скоростью около 400 кбит. Тогда нам казалось, что это было просто невероятно быстро, можно было качать себе разные песни и картинки прямо на телефон. Были даже специальные сайты с каталогами подобного хлама по жанрам и темам. По какой-то причине в начале нулевых было модно хранить у себя в телефоне коллекции картинок и гифок. Их в то время называли анимациями. Еще их все передавали друг другу по инфракрасному порту, а потом уже по Bluetooth. Ну а дальше все начало очень быстро налаживаться. Для домашнего интернета появились выделенные провода, для мобильного пришла эпоха 3G. Для тех, у кого не было сотового телефона или компьютера, появились интернет-клубы. Все нулевые, они были буквально на каждом углу и практически всегда были забиты школьниками и геймерами. Для многих это была вообще единственная возможность выйти в интернет. Но со временем, конечно, техника стала намного доступнее. Сейчас практически у каждого есть смартфон, ноутбук и постоянный доступ в интернет. Причем, как правило, на довольно высокой скорости 4G. Все настолько хорошо, что начало казаться, что технологии достигли какого-то потолка и интернет перестал активно развиваться. Но на самом деле это, конечно, не так. Например, многие из вас наверняка слышали о том, что сейчас в некоторых странах уже готовится запускать сеть 5G, которая обещает скорость интернета 1-2 гигабита в секунду. Россия находится в их числе. Кстати, даже смогу вам это наглядно продемонстрировать. Я сейчас нахожусь на одной из московских крыш, и прямо за мной базовая станция, полностью готовая к запуску 5G. Сразу уточню, что это станция Билайна, и на самом деле таких станций по всему городу уже очень много. Билайн потратил на их модернизацию около 5 миллиардов рублей и собирается потратить еще столько же. Все ради того, чтобы моментально запустить 5G, как только правительство утрясет все правовые моменты по поводу ее функционирования и регулирования. Никто точно не знает, когда именно это произойдет, но будем надеяться, что в ближайшие год-два. Мне для всей моей работы, просмотр сериалов, YouTube, скачки каких-то гигабайтов и заливки, мне сегодня на 100% хватает 4G. Мне зачем вот этот 5G? Вы сейчас хотите меня как-то заманить и сказать, что это будет как-то круто. На 3G мы когда-то были готовы к тому, что мы немножко подождем, но скорость будет целый мегабит. Если говорить о более-менее хорошем уже развитии, как раз пришел 4G, который давал скорости совершенно нормальные до 40-50 и даже больше мегабит. И вот это то, чем вы пользуетесь сейчас. Да. Скорости 30-40 мегабит. На самом деле большинство сайтов на таких скоростях не отдают контент. Ну разве что торренты включите, будете сливать с разных сайтов. А в обычном режиме 30-40 мегабит это, наверное, потолок того, что другие сайты могут вам отдать. Потому принимать особо нет необходимости. Быстрее. 5G – это следующий шаг. Я видел в лаборатории 5G, летающие на скорости более 1 гигабита. Это то, чего у нас дома у всех нет даже. Когда запускали 4G, тоже потребности не было. Не было ощущения, что нужны настолько более продвинутые скорости, что вот так много будет нового потребления. На самом деле 4G, сегодня мы уже это плохо осознаем, и потом родил тысячи вариантов использования телефонов, которых раньше не было. Если раньше вы открывали карты, навигацию, вам приходилось немножко ждать, и это было нормально. И для этого другие приложения не работали. Ну, не использовали интернет, потому что какое-то центральное приложение забирало все. Именно LTE позволило, во-первых, не ждать, во-вторых, параллельно общаться в интернете довольно интенсивно нескольким приложениям. И тогда, когда рождался LTE, этого так званого юзкейса не было вообще. Это все придумалось позже. Причем придумалось, имея определенную уже готовую технологию. Есть такая интересная история, когда начинали 4G, в частности в Соединенных Штатах, первые 4G запустили достаточно плотным ковром в силиконовой долине. Говорят случайно, но другие говорят, что как раз намеренно для того, чтобы дать вот этим самым интересным, интересующимся потребителям, разработчикам, те, которые работали с приложениями, те, которые разрабатывали что-то для телефона, возможность поскорее что-то придумать, чтобы потом оправдать разворачивание этого LTE или 4G по всем остальным весам страны. Я думаю, что как раз это самое правильное использование, когда появляется новая технология у тех, кто может что-то на ней сделать, что потом можно раздать остальным. Потому что если мы просто открываем новую технологию всем потребителям, большинство скажет то же самое, что и вы. Нам это не надо. Что мы получим с 5G? Во-первых, невероятную скорость мобильного интернета. Специалисты прогнозируют, что для рядового пользователя она будет доходить до 1 гигабита в секунду, но на самом деле возможностей сети будут намного больше. Уже сейчас во время тестирования технологий специалисты без особого труда добиваются скорости около 20-25 гигабит в секунду. Мы были в Корее недавно. Угу. Там уже миллион сто тысяч потребителей 5G. Миллион потребителей за 69 дней был набран. Это рекорд. А еще самое интересное, что очень многие обещают, что 5G будет именно технологией для умных городов, для каких-то новых технологий, которые будут применяться не совсем в потребительском рынке, а в рынке промышленном. В Корее тоже говорят об этом как о возможности, но ничего пока такого еще готового нет. Есть несколько пилотных ситуаций, которые практически все основаны на передаче видео в высоком разрешении. Но дело не ограничится только скоростью интернета. Многие считают, что с распространением 5G у нас вообще произойдет довольно существенный перелом в технологиях. Это касается в первую очередь интернета вещей. Он и сейчас уже довольно активно развивается, но с появлением сетей 5G можно ожидать, что интернет вещей станет повсеместным. И это касается не только бытовой техники, когда вы сможете выключать свет через приложение в смартфоне или запускать утром кофемашину прямо из постели. Это также наверняка повлияет на наши города. Начнется все с внедрения умных систем управления городским хозяйством. Это будут умные счетчики, которые сами будут собирать и отправлять все данные. Умная система освещения, которую будут включать и выключать фонари в зависимости от количества людей на улицах. Умные системы управления общественным транспортом, которые будут перенаправлять пустующие трамваи, троллейбусы и автобусы на перегруженные маршруты. Многое из этого мы уже сейчас можем наблюдать. Тот же Beeline прямо сейчас участвует в запуске подобных проектов в Москве. Относительно 5G там были какие-то правовые вопросы. У военных были какие-то частоты или еще что-то? Святое место пусто не бывает, потому частоты у кого-то в употреблении находятся. Большинство этих частот находится действительно у военных и других служб. И для того, чтобы там разворачивать обычные гражданские наши сети, нужно провести конверсию. Такое же решение или подобное приходилось принимать во времена разворачивания 3G, потом 4G. Чуть полегче, но все же все равно поборолись. И с 5G мы просто предвидим такую же ситуацию, которая, к сожалению, немножко оттягивает запуск. То есть вопрос еще не решен? Вопрос не решен. На сегодняшний день частот свободных нет. На сегодняшний день еще и ищется подход к тому, как сделать правильную конверсию. То есть это может не получиться вообще? Мы сейчас с вами фантазируем. Такого еще не было, чтобы не получилось вообще. Вопрос когда? Ну а дальше станет еще лучше. Можно с уверенностью говорить о запуске беспилотного транспорта, полной автоматизации производства, дистанционном управлении многими процессами, например, строительством и тушением пожаров. Очень быстро будут развиваться технологии виртуальной реальности, что в свою очередь очень круто скажется на медицине, образовании и сфере развлечений. Хорошо, ваши прогнозы. Когда в Москве 5G появятся, если все пойдет по плану? В лучшем случае конец 2020 года. В более реалистичном это 2021 год. Средина 2021 года. В худшем случае 2022 год. А в других городах? Понимаете, если будет частота федеральная, то там особой разницы между городами годов не будет точно. Технология, как и LTE в свое время, пойдет очень быстро по разным городам. Но надо понимать, что у 4G частота все еще позволяла закрывать большие пространства. У 5G частоты выше. Чем выше частота, тем, соответственно, меньше площадь покрытия. Представьте, что вы сможете заходить в музей и моментально попадать в воссозданную с помощью виртуальной реальности другую историческую эпоху. Или что вы купите в Икеа какой-нибудь предмет мебели, наденете очки дополненной реальности и будете видеть голографические указания о том, как ее правильно собрать. Все это с большой вероятностью станет реальностью в ближайшие 5-10 лет. В том числе, благодаря запуску 5G и развитию беспроводного интернета в целом. Какой радиус действия эффективный от 5G оборудования? Вам не понравится? Я не знаю точно. Потому что, когда я спросил у производителя, мне ответили, это зависит от рельефа, мощности, размер антенн, количество абонентов в секторе, погоды, еще чего-то. Короче говоря, никто не хотят дать вам какую-то более-менее хорошую референтную точку. Но из того, что я понимаю, изучив этот вопрос, речь идет о 200-300 метрах. То есть, вам по Москве придется сделать сетку каждые 200 метров, у вас должно стоять какой-то передатчик. Это, если вы хотите так званное ковровое покрытие. Да. Мы считаем, что в данном случае, особенно с технологией 5G, ковровое покрытие еще долго не понадобится, если понадобится вообще. 5G это скорее ходспотовая технология. То есть, там, где больше людей, там, где появляется большая нагрузка, ее можно обрабатывать при помощи 5G базовой станции. ЛТЕ, там какой радиус сейчас у оборудования? Сейчас мы достигаем на ЛТЕ даже километра и больше, но скорость от этого падает. То есть, чем больше расстояние, тем будет ниже скорость, хотите или нет. В городе скорости будут выше за счет того, что тут используется более высокая частота, а на открытых пространствах скорости будут чуть ниже из-за того, что используется другая частота, которая покрывает больше территории, но дает ниже среднюю скорость. Не знаю, как вы, а я лично очень этого жду. Поэтому вдвойне приятно осознавать работа в этом направлении уже в самом разгаре. А пока Beeline готовится к запуску 5G, можно уже сейчас переходить на какой-нибудь из его тарифов с безлимитным интернетом. Например, у него есть тариф Unlim, который действует по всей России. А если вы решите ради этого тарифа поменять оператора и закажете симку Beeline через сайт, то у вас в течение трех месяцев цена будет в два раза ниже. Еще после перехода на Unlim вы сможете бесплатно целый месяц смотреть видео в HD-качестве на максимально высокой скорости. Так у вас будет меньше поводов пропускать мои ролики. Все подробности будут по ссылке в описании. А если вы Katzants, вы можете смотреть видео в описании. Спасибо за субтитры Алексею Дубер. Продолжение следует...